А в республике Коми специалисты пытаются вызволить пассажирский Ту-154, тот самый лайнер, у которого в начале месяца по пути в Москву отказали все приборы. К счастью, никто не пострадал. Пилоты чудом посадили самолет прямо посреди леса. Он остался цел, но возник большой вопрос. Как его снова поднять в воздух? Машину весом в несколько десятков тонн теперь буксируют на спасительную взлетно-посадочную полосу. За операцию на месте событий следит наш специальный корреспондент Илья Костин. Аэродром Выжний напоминает сейчас стройплощадку. Брусья пилят, рубят и сбивают щиты. По ним самолет собираются выкатить на взлетную полосу. На посадку аварийный Ту-154 заходил на предельной скорости. Из-за неработающих закрылков в момент касания землей она составляла 400 км в час. И для того, чтобы затормозить, экипажу пришлось рвать шоссе сначала на бетоне, а затем и на голой земле. Теперь, чтобы вернуть лайнер на взлетную полосу, его приходится буквально выкорчевывать из заболочной тайги. И тяговой силой только одного трактора здесь, похоже, уже не обойтись. Для первого, самого важного рывка, двум тягачам приходится работать в связке. Иначе воздушный гигант просто не сдвинется с места. Это танки грязи не боятся. А пассажирские лайнеры привыкли к ровному и широкому дорожному полотну. Он стоял на грунте. Естественно, грунт проседал. Сейчас он стоит на деревянных брусьях. Естественно, он уже надежно стоит. Сейчас нужна техника и всё. Техника периодически глохнет, закапывается в рыхлый грунт, но всё-таки метр за метром отвоёвывает лайнер у тайги. Чтобы сфотографироваться на память, на фоне счастливого Ту-154 к самолёту приходят местные жители. Пусть летит, пусть возит людей. Людей спас, значит, у него есть ещё какой-то стимул к полётам. Чтобы самолёт снова встал на крыло, свой вердикт вынесут специалисты. Именно они должны назвать причину аварийной посадки Ту-154. Комиссия приедет и будет проводить техническую оценку состояния воздушного судна. Далее потом уже будет принимать решение комиссии. Ту-154 без груза и топлива весит 74 тонны. Полоса местного аэродрома всего 1200 метров. Опытные лётчики уверяют, если вынуть из самолёта всё лишнее и залить топливо ровно столько, чтобы хватило для одного перелёта, лайнер взлетит. Но будет ли иметь продолжение эта история с чудесной посадкой ещё и на взлёте, станет ясно только после тщательной диагностики всех систем самолёта. Илья Костин, Дмитрий Киеновский, Александр Грицан, Марина Таскина, Первый канал, Республика Коми.